Всем привет! С вами Надежда. Это Карелия. 10 августа. Посмотрим, что нового раз цвело, и как меняется сад, и что интересного в этом сезоне для меня лично. Сейчас я приближу немножечко. Сейчас уже вечер, поэтому, ну вот как-то так. Что меня удивило в этом году, это, ну вот на данный момент это лилейники. Вот этот вот лилейник я хотела выбрасывать, но смотрю, он столько стрелок выдал. Что еще интересного? Ну вот прекрасно у меня в одном месте цветут гортензии древовидные, просто прекрасно. В другом месте. Ну вот я поняла, где гортензия. Ну вот хотя бы древовидным хорошо, а где не очень. Вот посмотрите, как шикарно выглядит гортензия метельчатая. Девчонка со рта называть не буду. Метельчатая и лилейник. Мне кажется, просто красота. Сейчас еще поговорю насчет там флоксов. Вот эта гортензия, это скорее канзибал в баблгам. Ну что я хочу сказать о древовидных вот этих розовых гортензиях. Ну, мне кажется, они похожи. Ну вот у этой гортензии, да, покрепче там стволики. Распустилась она достаточно рано. Кусти хорошие, место нравится. Вот так она как бы распускается. Вот так вот красненькие. Отцветает она вот так вот. Так, место ей нравится. Земля у меня нейтральная. Я ничего не добавляю ни под какие гортензии. В общем, у меня все так. Вот значит, это баблгам, да. Вот она мне очень нравится. Место ей нравится. Одна из таких гортензий. В другом месте посажена. И совершенно другая. Сейчас я вот приближу немножко. Вот там вот пинка Набель. Сейчас я приближу, вы увидите. Она чуть-чуть покраснее. Вот просто чуть-чуть. А цвета также как бы розовенькие. Ну, это нежнее, конечно. Пинка Набель. Видно ли, да? Она немножко покраснее. Вот, тоже ей нравится место. Хорошая гортензия. Флоксы цветут. Замечательно. Ой, так-так-так. Вот такие вот эхинацеи. Вот эта вот кровохлебка, это по-моему, ну, из лекарственных шоколад. Она была очень высокая, где-то по 2 метра. Я ее обрезала. Вот она такой, шикарнючий такой. Большой, большое растение. Ее надо убирать отсюда, так как она тут мне закрывает обзор. Вот. Что я хочу сказать еще, девочки, девочки, припевочки. Вот там флокс. Видите, флокс? Вот, валяется. Я в том году с ним боролась. Ну, скорее всего, я оставляла... Видите, у него длинные, тонкие ноги. Оставляла корешки. В этом году он еще больше у меня разросся. У меня просто нет сил. Буду, я не знаю, полностью перекапывать, наверное. Ну, это вообще какой-то трэш. Вот такой. Ой, вот сейчас я тоже приближу, посмотрю. Не знаю, как называется. Он у меня давно. Вот такой вот нехороший, нехороший флокс. Мне он совершенно не нравится. Вот там фитолака. Так, не знаю, вы видите или нет. Пока не пойду. Вот там вдалеке, наверное, вы не увидите. Тоже гортензия древовидная. Все шикарнючая. Вот флоксы обычные, красивые, нравятся, разные. Вот там, вот видите, вот там вот кровохлебка тупая. Вот такая высоконькая, мохнатенькая. Подойдем, скорее всего. Вот такие вот флоксики. Ну, флоксы мне нравятся, но вот этот он мне просто выбивает. Вот, посмотрите, какая красота, да, чем мне нравится. Ну, нравится мне флоксы. И лилейники в этом году, конечно, хороши. И гортензии тоже, я говорю, вот с минимальным уходом. Вот эти, которые постарше, прекрасно себя чувствуют. Вот я хочу эти гортензии все-таки выращивать, как кустарники с небольшими шапочками. Вот там вот огромный, да, вот этот, огромная гортензия. Ну, где-то так. Вот, вот они, вот они, которые все валяются. Это же невозможно, девочки. Вообще жесть. В общем, не заводите такой флокс с такими ножками. Это ужасно. И как с ними бороться, я не знаю. Вот, не все флоксы распустились, потому что есть ранние флоксы, есть более поздние флоксы. Ну, так, что тут у нас еще? Так, эти розы все еще цветут. Так, вот они, вот они, вот они. Так, перемещаемся сюда. Здесь у меня новая, новенькая грядка. Смотрите, как интересно это выглядит. Это зайчи хвостики. И тут лавандушка. Зайчи хвостики. Также флоксы. Вот такие вот. Вот там вот флоксы. Это ахиноцея такая красивенькая. Здесь будет распускаться гортезия. Там горцы. Опять же, кровохлебки. Там, по-моему, кермек. А вот это вот будет распускаться вербено-банашская. Так, аккуратно. Ну, да, видите, как преобладает этот сиреневый цвет вот этого сиреневого флокса. Он везде. Вот, надо убирать, надо. Вот прямо говорю, борьба с саплоксами. Ладно, поехали дальше. Такие тут красоточки. Розочки. Такие розочки. Вот еще одна кровохлебка. Это пингтамма. Вот такая вот она. Видите? Такая мохнатенькая, но маленькая. Небольшая. Так, вот это вот новое место, где я убрала эту Калину Бульданэш. Здесь посадочки новенькие. Начали, конечно, распускаться. Начали распускаться горечавки. Что я вам хочу сказать? Конечно, вот горечавка, но у нас, в всяком случае, опять же, в Карелии лучше на солнышке. Вот убрала я, убрала я эту Калину, и они как бы так встрепенулись. Они вот у меня тут разные, всякие. Так, уже на дорожку вывалились. Вот такие красотиночки. Им тут, конечно, намного лучше. Калина закрывала, в общем, она уже разрослась так, что брыжи очень-очень сильно. Ну что, пойдемте сюда немножко посмотрим. Вот здесь гортензия. Вот гортензия, как я вам говорила, растет, посажена в одно и то же время. Это маршмалу. Маленькие-маленькие соцветия, но ей здесь плохо. Здесь закрывает, в общем-то, тень кругом. Надо ее пересаживать. Вот еще флоксы. Там бутоник. Вообще, конечно, вот эти красивые. Но это птицы, девчонки, летают. Это вообще ужасно. Вот этот леденек мне очень нравится. Так. Вот цветет все время, каждый год. Ты такой. Вот. Вот это вот. Кровохлебка. Тупая. Так ведь я сказала? Тупая она называется. Вот такой вот красивый цветочек. Еще ледензии должны распуститься. Вот так вот это выглядит. Вот так. Ну, конечно, красивые вот эти вот гортензии. Древовидные красные. Конечно, они хороши, нравятся мне, но нужно вот в каждом случае надо выбирать их место. Поэтому я сажаю растения как бы практически всегда в нескольких местах. Я черенкую, рассаживаю и как бы вот так вот у меня получается. Вот, что еще хотела вам сказать. Посмотрите, кустяра. Ой, все кустяра. Как я вам... Эта киушу растет вообще в камнях, но уже ей лет достаточно. Так, поехали дальше. Что еще хочу сказать, девчонки, как влияет на нас, ну, в этом году, на нас. Ладно, по гортензиям потом еще пройдемся. Погода, погода, погода. Вот сейчас я вам покажу, девчата. Сейчас я вам покажу, девчата, гортензии. Вот, вот эта вот гортензия сбежавшая невеста. Вот она. Огромные цветы, там и внутри у нее цветы. Красотка, красотка. Девчонки, не укрывала, она у меня здесь третий год. Вот такая вот, я говорю, вот по сравнению сейчас с сыровым цветочек. Вот, видите, с обычной гортензией. Это польстар уже цветает. Видите, какие мелкие цветочки. И вот такой цветок. Это вот сбежавшая невеста. Вот она уже цветает. Так, и еще одна гортензия. Серженка, она мне не целая, она года три. И она в этом году, я в этом году весной хотела ее убирать. Убирать вообще, потому что она не цветет, укрывать я ее не хочу. Я не буду так близко, я не знаю, как мне тут подобраться-то. Ну, в общем, вон она, она цветет. Она, девчонки, зацвела. А, вот там он. Так, где, а? Ну, вот там вот. Поверьте на слово, там цветочки, вот там вот. Вот. Но дело в том, что не я одна, как бы, это обнаружила. У многих гортензии, вот именно крупнолистные, перезимовали. Именно этой зимой, что все говорят, ой, не укрывали, они цветут. Вот как-то вот в таком ключе. Поэтому еще раз вам говорю, от погоды очень много зависит. Вот, хоть вы там, что мне говорите, но погода это, как сказать, много-много зависит. Смотрите, какая шикарнючая горячавка. Вообще шикарная сейчас с этой стороны. Это семироздольная. А еще горячавка ластовневая вытянулась. Посмотрите, сколько ее. Какой цвет красивый. Вообще красотка. Вот. Это маленький бубенчик. Бубенчик. Снова зацвели княжики, но я потом это покажу. Сейчас еще покажу. Покажу, какая тут выросла у меня горячавка ластовневая. Посмотрите. Я не знаю, это будет где-то около метра. Это ластовневая белая. Такого никогда не было. Вот уже синеет флокс. Там парадайц. Да ладно, я сейчас покажу еще кровохлебку лекарственную и кровохлебку маленькую. Вот такая малышка. Вот такая вот. Видите, она малышка-малышка. Листочки вариагатные. Сама очень маленькая. Так, что еще? Давайте. Ну, вот сейчас покажу. Так, господи. Вижу, не вижу. Вот. Видите? Княжики зацвели снова. Так, начинает зацветать. Аконит вьющийся. Тут белый и тут синий. Так, вот еще одна из кровохлебок. Эта кровохлебка лекарственная. Вот она тоже. Она вот пониже ростом. Та вообще, наверное, по 2 метра хотела вырасти. Ну, вот на этом, наверное, все. Солнышко вон там садится. Вот. Розочки еще. Ладно. Опять дергаю камерой. Перелезла. Вот еще. А вот здесь вот, конечно, ну, большие, большие. Видите? Это горячапка лекарственной. Лекарственная. Ластовневая розовая. Тут еще синяя должна зацвести. Вот там еще гортензий. Ладно. Это потом. Вот на этом, наверное, пока все. Девочки, вот это на... Сейчас покажу вам еще пняжку. Смотрите. Видно? Малита такая. На этом все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Надежда.